Еще с 2012 года появилась официальная статистика по Павлодару и Павлодарской области, что казахи вышли из меньшинства, стали самой крупной фракцией этнической. Цифры примерно такие. Значит, казахи 48%, русские 37% примерно. По Павлодарской области, конечно, доля казахов гораздо выше, разница между казахами и русскими гораздо выше, и до сих пор власти отказываются ставить вопрос о переименовании Павлодара и Павлодарской области. Нужно этот вопрос поставить. Мне кажется, оппозиция должна озвучить, провести, организовать конкурс о переименовании Павлодара и Павлодарской области. И через какое-то время, когда в Петропавловске придет время, и доля казахов будет такая же высокая, можно поставить вопрос о переименовании Павлодара и Павлодарской области. Тем более, Павлодар и Петропавловск носят откровенно имперский колониальный характер, и эти названия давно-давно уже должны уйти в историю, в прошлое. Вот так, шаг за шагом, мы должны, освещая новости, реагировать на них и высказать свое мнение. Значит, у нас работает активно WhatsApp-группа «Баклавшу-2019» в WhatsApp, и эта группа превратилась в интересную группу. Там и Жамблат Мамай, и Охпан Ахмедьяров, там и регионы, там и наблюдатели, там и ДВКшники. Очень интересные такие круглые столы проходят, дискуссии, споры. Никто никого не затыкает рот, никто никому не удаляет сообщения, не запрещает, не исключает из группы. Люди чувствуют себя свободно и высказываются на любые точки зрения, много и провокационных, и острых вопросов ко мне. Со всеми разговариваем на равных, без ущемления, и в конце концов, я всегда предлагаю своим оппонентам выйти в эфир и поговорить в прямом эфире спокойно обо всех проблемах. Так что вот такого характера ситуация. Значит, Альнур Ильяшев сказал по поводу суда, что они будут продолжать обжаловать эти решения судов. В конце концов, к тому же Альнур Ильяшеву, Марату, Геннадию, Даная, Калиеву, я всем хочу пожелать, как и всем оппозиционным группам, включая Аблязова, Садыкова, Иржан Тругумбаев, всем-всем-всем, заняться отсутствием в своих программах программы по судебно-правовой реформе, по ведению суда 12 присяжных, чего нет у них и в итоге не ясно, даже с приходом оппозиции в власти, с чем они идут во власть. Как можно без главной части судебно-правовой реформы, можно идти во власть, не имея понимания, как они собираются отстаивать независимость судебной системы от исполнительной власти, как они собираются обеспечивать права оппозиции, новая оппозиция при новом режиме. Вот поэтому нам нужны эти дискуссии, и я призываю в комментариях здесь откликнуться тем, кто хочет выйти на прямые эфиры, на дискуссии по разным темам, по разным острым вопросам. Тоже Анку Жалеева здесь находится. Я бы хотел, чтобы мы встретились с ней в эфире снова, у нас уже был такой эфир, и с членами ее команды по организации партии ХАК. В частности, у меня вопрос от Маргулана Сесимбаева по поводу обмана 250 тысяч заемщиков Альянсбанка по схеме процентов в год, где фактически проценты брались с несуществующей суммы основного долга. Это практиковалось в нескольких банках, эта схема. По Маргулан Сесимбаеву и его напарнику Жумар Твертаеву вопросов много, но, к сожалению, Маргулан Сесимбаев уклоняется от этих интервью, от этих дебатов, дискуссий. У меня есть еще вопросы к другому члену ХАК. Это Наврус Баев, это бывший помощник Аблязов по электроэнергетике. Он был генеральным директором КИВГОК. У меня тоже к нему вопросы. Он меня помнит, я у него брал интервью в далеком 98-м году. У меня тоже там есть вопросы, достаточно острые. И я бы хотел, чтобы все члены ХАК, как и других партий, таких новообразующихся, выходили и рассказывали, объясняли все ситуации. И, возможно, эти мои вопросы не имеют никакого смысла. Но пока они имеют смысл, пока на них нет ответов. То же самое Белла Врунбетова, пока уклоняется от интервью, то соглашается, потом уклоняется. Алия Садарбаева, то соглашается, то уклоняется. И в итоге она никому не дает интервью. Вот такие моменты, они очень неприятны. Нам нужна открытая, прямая дискуссия внутри оппозиции. И тогда мы потихоньку-потихоньку все вот эти узлы развяжем. То же самое я забыл в прошлый раз о Толжан Кожелеву задать вопросы по поводу ее деверя, по поводу Бекплаты Тлеухана, родственных связей, по поводу мужа Толжан Кожелевы. То ли он сын Бекплаты Тлеухана, то ли племянник и так далее. Все эти моменты связаны в том числе и со скандалом, с воровством песни. Ильмин. Ну, очень много моментов, и эти вопросы надо расширять. То же самое, наверное, у кого-то есть вопросы ко мне. Я всегда рад прийти с кем-то на студию и в прямом эфире ответить на все вопросы. А так, если власти готовы выйти в эфир, я тоже к ним готов задать многие вопросы. В частности, Жаклипа Асанова, других представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Администрации президента, Ерлан Карин. Я жду его в эфире на Касым Жумар Тукаева и на Назарбаева. У меня особых упований нет, но я их тоже призываю выходить в эфир и отвечать на многие вопросы, которые появились. Жакса. Жакса.